МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минск чрезвычайный. А чуть позже на улице Радужной из-за короткого замыкания проводки загорелась стиральная машина. Благо, за ее пределы пламя не вышло. Во вторник значительных происшествий в городе не зафиксировано. А вот во второй половине дня в среду на улице Кальварийской троллейбус столкнулся с мачтой уличного освещения. В кабине оказалась заблокирована водитель. Спасатели при помощи спецоборудования извлекли пострадавшую и передали медикам. С различными травмами она была госпитализирована. Также за помощью на месте обратились еще несколько пассажиров троллейбуса. К счастью, из них никто серьезно не пострадал. Вечером в этот же день сгорел еще один представитель французского автопрома. На улице Малинина из-за короткого замыкания проводки полыхал автомобиль Peugeot 607 2002 года выпуска. Благо, спасатели приехали быстро и обошлось без пострадавших. В ночь со среды на четверг неизвестные подожгли рекламную вылезку на улице Воснецова. Что же побудило поджигателей на столь радикальные действия? Маркетинговая борьба или простое хулиганство? С этим будут разбираться следователи. В четверг в одной из квартир дома номер 28 на улице Налибокской внезапно появилась летучая мышь. В квартире находились дети 2000 и 2012 года, и хозяева не на шутку испугались. Спасатели при помощи подручных средств изловили млекопитающее и отпустили его на волю. Судя по виду, летучая мышь испугалась не меньше хозяев квартиры. После такой череды происшествий пятница была спокойной, а вот в субботу около полудня на улице Козлова в одном из домов полыхнул электрощит. В результате ЧП никто не пострадал, однако 8 квартир подъезда остались без электричества на весь день. Во второй половине дня на рынке Ждановича полыхнул один из торговых павильонов. Помещение, использовавшееся под мини-кафе, изнутри выгорело практически полностью. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. Минск чрезвычайный. В ночь в субботу на воскресенье на улице Автозаводской загорелся автомобиль Volkswagen Passat, стоявший рядом с хозпостройкой. Пожар обнаружили не сразу, и в результате автомобиль и хозпостройка на момент вызова спасателей были полностью охвачены пламенем. Хотя и неудивительно, что пожар так быстро разгорелся. Предполагаемая причина – поджог. В воскресенье в службу спасения обратилась минчанка с просьбой выручить ее домашнего питомца. Во время прогулки по набережной вдоль Лошадского водохранилища рядом с переулком Корженевского собака угодила в воду. Выбраться на берег самостоятельно такса не смогла. Спасатели при помощи гидрокостюма и штурмовой лестницы достали животное из воды и передали радостной хозяйке. Минск чрезвычайный. Ну что ж, вот такой горячий в прямом и переносном смысле была ушедшая неделя. К слову, и в ближайшие дни в столице сохранится жаркая и засушливая погода, поэтому старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, защищайте голову шляпами и зонтиками. Помните, с 12 до 16 дня солнце наиболее активно. В это время желательно защитить все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую одежду и солнцезащитные кремы. Не употребляйте алкоголь. В жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре. А вот воды старайтесь употреблять как можно больше. Также следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, то обязательно используйте кондиционер. Помните, жара ухудшает внимание и реакцию. Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка. Ну и, конечно, помните о правилах пожарной безопасности. В такую погоду разводить открытый огонь запрещено. И будьте максимально осторожны в обращении с огнем вообще, в том числе при курении. Надеюсь, наши простые рекомендации помогут сохранить вам здоровье и избежать чрезвычайных происшествий. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.